И сейчас я буду говорить о команде. Но перед тем, как начать разговор с команды, с подготовки команды, с приобретения команды, я хочу показать вам литературу, которой мы пользуемся. Как Фаина говорила, подготовка команды идет уже параллельно подготовке евангелизационных концертов и мероприятий. Подготовка команды длится около полутора месяца. Это достаточно хороший длительный срок. И для того, чтобы команда эффективно служила, эффективно была подготовлена, мы используем вот такие книги. Вот это очень хорошая книга Ники Гамбла, рассказывая другим. Здесь полностью изложена структура подготовки, все темы, все подготовки Алиф-команды. Замечательная книга «Вопросы жизни». В этой книге осветлены темы, многие темы, которые мы используем на Алиф-клубах. Да, Ники Гамбл. Тоже хорошая книга «Жизнь, прожитая не зря». Ники Гамбл. И сложные вопросы. Да, вот, например. Эти вопросы, вообще-то, они не включены в темы Алиф-клуба, но их очень часто задают люди. И чтобы мы могли были во всеоружии ответить на эти вопросы, вот такие приблизительно. Почему Бог допускает страдания? Этот вопрос, я вам хочу сказать, интересует практически всех людей. Как быть в отношении других религий? Эти вопросы могут возникать за общением, за столиком. Когда уже у людей сложились какие-то тесные отношения, люди задают вопросы и ждут от нас ответов. Что плохого в сексуальных отношениях до брака? Есть ли конфликт между наукой и христианством? Ну, и так далее. Вот такие небольшие книги. Это уже немножко переделанная киевская община. Подготовил их, как сделать альфа-курс эффективным. Альфа-курс. Альфа. И используем также, у нас есть такие небольшие... Ой, я только одну или две взяла. Вот такие небольшие брошюры, вот темы. Они изложены вот в таких брошюрах. Я вам хочу сказать, что эти темы... Мы как-то собирались на семинар и писали служители. Алиф-клубов, пастыря, помощники пастырей. Вот мы были... У нас был выезд за Киевом, и мы вот эти темы все писали. Так что тоже хорошая очень помощь подготовки. Так что мы можем использовать в подготовке такие книги... Вот есть автор Максвелл, да, может, вы читали? Вот там вот есть о лидерстве много вещей, много книг. Создай команду лидеров. 21 обязательное качество лидера. Воспитай в себе лидера. Вы знаете, они очень помогают. Там есть очень хорошие вещи, которые мы можем использовать в подготовке Али в команды. Есть хорошая книга СНД Адаладжи «Лидер в действии». Тоже можем использовать. Замечательная есть кассета Бориса Сауловича «Служение» называется. Очень хорошая. Мы используем эту кассету. Есть кассета «Антисемитизм» и распечатка этой темы. Эта тема у нас звучит в Али в клубе, так что тоже мы ее перечитываем, мы ее изучаем, эту тему. Мы в начале в команде даже проходим эту тему. Именно очень подробно. Для команды, а потом уже на ней привезли. Мне кажется, где-то есть эта тема у нас, но не помню ее. Значит, потом еще мы используем вот такой хороший песенник. Вы знаете, что на клубе мы поем песни. Вот такой песенник таких хороших наших песен, где мы можем раздать этот песенник людям, но нас таких мало, мы больше делаем распечатки песен. Вот, например, запланировали 2-3 песни приблизительно, сделали распечатки, раздали людям на столики, и люди поют. Также используем кассеты с записями песен. Знаете, вот есть такая вот хорошая тема у нас была, что такое Библия, и там такая замечательная кассета, если песенка про червячка. Может, кто-то слышал? Чок-чок-чок, я бумажный червячок. Никто не слышал. Мы еще показывали сценку на эту тему. Так что, ну вот это все, что мы можем использовать. Тем более, что есть еще сейчас очень много литературы, которая могут подготовить служителя на Алиф-клуб именно по отношению задеть его сердце, книги о пастырской опеке, ну и вот в таком направлении. Как же мы готовим Алиф-команду? Начнем с того, как мы собираем Алиф-команду, кого мы приглашаем в Алиф-команду, как приходят люди, Валиф-команду. Вы знаете, что скажу сразу, что количество людей в команде, сколько же должно быть людей в команде, 10, 20, там 5 человек, оно зависит от размаха, в кавычках, вот этого евангелизационного мероприятия. Какой мы делаем концерт, какое мы делаем мероприятие. Приблизительно у нас всегда в команде 10-12 человек, вот это приблизительное количество людей у нас в команде. Также мы отталкиваемся еще от места, где будет проходить Алиф-клуб, потому что это место мы определяем заранее. У нас есть опыт проведения как больших клубов, так и маленьких. У нас есть проведение клубов на 6 столиков, есть проведение клубов на 4 столика. На 3 даже было, да. Перед началом евангелизационных этих мероприятий, перед началом концерта, за где-то полтора месяца, мы делаем призыв в общине на каком-то из внутренних служений. Мы говорим, доносим до людей информацию о том, что будет создаваться Алиф-клуб. И все желающие, кто хочет принять участие в служении на Алиф-клубе, вы можете подойти, вы можете записаться, вы можете сказать о своем желании. И мы с вами обязательно, с ними обязательно встречаемся. После того, как люди откликаются, подходят, говорят о своем желании, мы организовываем такую нулевую встречу с этими людьми. Хочется сказать еще о том, что есть категория людей еще, которым мы лично предлагаем принять участие в Алиф-команде, потому что знаем их дары, мы знаем их таланты, и мы им лично предлагаем. И когда вот эта команда собирается на нулевую встречу, вот на такой встрече, потому что в эту команду, в эту команду людей, в эту группу людей, еще пока это не команда, это группа людей, могут входить люди, которые уже были на Алиф-клубе, которые сами прошли Алиф-клуб, также люди, которые, ну, что-то слышали, люди, которые вообще ничего не слышали об Алиф-клубе, которые вот только недавно пришли в общину, ну, вот у них вот они услышали слово Алиф-клуб, слово клуб, они захотели, где-то что-то им сказал, и они захотели принять участие в служении на этом клубе. И, как обычно, откликаются люди разного возраста в Боге, разного возраста физического. Это и пожилые люди, и молодежь. Это очень хорошо. Знаете, такая вот компания собирается, хорошая, разновозрастная, и такое, может, слово неподходящее, но разношерстное, неподходящее, наверное, слово в этом отношении, но такая хорошая-хорошая компания. Вот мы собираемся на эту встречу и начинаем рассказывать людям, что же такое Алиф-клуб. Кто-то вспоминает об этом, кто-то впервые слышит, и мы говорим на этой встрече о целях Алиф-клуба, рассказываем о значимости Алиф-клуба, но с особенностями этого служения. И предлагаем людям молиться в этом направлении, открывать свое сердце для Бога, для понимания вот именно своего места в этом служении, для понимания своего места вот в команде Алиф-клуба. Также вы знаете, что мы разговариваем с каждым человеком еще и индивидуально. Я думаю, что мало сказать всем сразу, но вот еще хорошо, когда мы поговорим индивидуально с каждым человеком. После этого мы назначаем первую встречу Алиф-команд. У нас практически, но очень, может, были случаи, когда человек не приходил, когда человек все-таки не решался принять участие в Алиф-команде. У нас практически все, кто откликается, приходят и служат Алиф-клубе. Я вам хочу сказать, сколько бы ни было человек в команде, мы для каждого человека находим место в этом служении. Хочу сказать, что очень еще важно, чтобы человек, который приходит служить в Алиф-команде, вы знаете, имел чистое сердце. Чтобы этот человек был перед Богом чистым, чтобы он, если что-то, он исповедался, покаялся, если есть у него какие-то вещи, в которых нужно исповедаться и покаяться, чтобы действительно человек, знаете, вот чистое сердце, чистые руки. И вот на этой первой встрече мы знакомим людей более глубоко с Алиф-клубом и рассказываем о структуре служения, и начинаем серьезную, достаточно длительную подготовку Алиф-команды. Очень важно, чтобы все члены Алиф-команды полностью прошли обучение. Очень серьезный к этому подход. Когда мы говорим людям, когда приходят люди, служители на эти встречи, мы сразу говорим о том, что должно быть очень серьезное посвящение в этом служении. Большое внимание уделяется постоянству. Человек не должен пропускать встречи в подготовке Алиф-команды, опаздывать на встречи. Ну, понятно, бывают причины независимые, заболел или что-то, и с этим человеком, который не пришел на встречу, обязательно мы стараемся провести дополнительную встречу, чтобы объяснить, рассказать то, чего он не услышал. Да. А в каком уровне, в каком уровне, в каком фокусе, в каком фокусе их получат? Я рассказываю дальше. Знаете, у нас, мы будем сегодня говорить о команде, еще завтра будем говорить о команде, так что я думаю, мы успеем им рассказать. На первой встрече, вот то, что вы задали вопрос, мы говорим о пастырской опеке. Мы говорим, ну, я потом еще буду раскрывать эти темы. Мы говорим о том, как вести малые группы. Малая группа – это группа людей за столиками, которая сидит. Мы говорим, да, служение вспоможения, наслужение людям в клубе. И многие другие темы раскрываем. В идеале, вот очень хорошо, когда в неделю проходят две встречи Али в команды. Нужно еще обратить внимание, насколько много служений в общине, чтобы люди были, ну, не перегружены. Но это очень хорошо, когда в неделю две встречи в Али в команде. Али в команды происходят. Первая встреча – это встреча для молитвы совместной, для ходатайства за Али в клуб, для молитвы друг за друга. И вторая встреча – это уже непосредственная тема обучения. Но эту тему мы тоже начинаем с поклонения, с молитвой, мы заканчиваем молитвой. Вы знаете, что даже когда мы не знаем этих людей, которые еще придут только, мы уже молимся за этих людей. Мы молимся за каждого человека. Мы благодарим Бога за то, что Он приведет этих людей на Али в клуб. Мы верим в то, что будут люди. И вы знаете, мы друг друга просто поддерживаем в этой вере. И очень важно, когда команда, вот эти полтора месяца, она собирается вместе. Это не много два раза в неделю. Потому что вообще должен быть такой командный дух, если можно так сказать, у нас у всех. Потому что бывают моменты, когда мы уже через полтора месяца друг друга настолько хорошо знаем. Ну, вроде бы знаем друг друга, да? Вроде бы и до этого все в общине вместе были, и в служении были вместе. Но когда мы все соединяемся, мы начинаем чувствовать друг друга, мы еще больше начинаем любить друг друга, мы начинаем служить друг другу. И вот это вот, знаете, вот это сплочение в команде, оно потом сыграет очень большую роль на самом Алиф-клубе. Бывали такие моменты, когда достаточно было руководителю клуба или спикеру, или руководителю малой группы, столика, просто посмотреть на человека, с которым вы вместе в служении, на члена команды, одним взглядом. И мы настолько друг друга знали, что мы понимали этот взгляд, мы реагировали на этот взгляд, если какая-то проблема, или там какая-то подсказка. И сразу же что-то происходило. И менялась атмосфера, или менялась обстановка, или приходили на помощь. Да, очень важно. И когда подготавливается вот команда, очень важен еще уикенд с командой. Потому что вот этот уикенд, выезд вместе с командой, или просто сбор где-то команды такой на нейтральной территории, потому что, например, зимой вот сейчас не выйдешь, ну где-то у кого-то дома можно собраться, там не на два часа, а где-то так хорошо посидеть вместе, хорошо покушать вместе, хорошо поиграть. Это, знаете, как генеральная репетиция уикенда Алиф-клуба. Мы собирались, мы готовили на стол, мы вместе кушали, мы играли в игры, проигрывали им много игр, которые мы потом использовали на Алиф-клубе, мы молились друг за друга, вообще было замечательное время. Вы знаете, что после полутора месяца подготовки мы уже настолько хорошо друг друга знаем, мы знаем нужды, мы знаем проблемы, мы делимся друг с другом радостью, какими-то переживаниями. И вот то, что я уже, может, повторюсь, но это действительно очень важно для того, чтобы служение Алиф-клуба уже как самого, как такового, оно прошло, ну, действительно, вот на такой высокой духовной ноте. Что же, ну, понятно, да, как мы подбираем команду, и этот вопрос осветило, да? Хорошо, спасибо. И как же проходят сами встречи вот Алиф-команды? Когда мы встречаемся, я сейчас беру встречу не молитвой, а встречу, где даётся тема. Мы начинаем, как я уже говорила, с поклонения тоже и с молитвой. Потом на этой встрече обязательно даётся какая-то тема. Тема эта, это тема подготовки нашего сердца к самому Алиф-служению. Также мы освещаем вопросы по этой теме. У людей могут возникнуть масса вопросов. У людей это у служителей команды. Масса вопросов по этой теме. Мы также освещаем эти вопросы. Также на этих встречах мы обсуждаем какие-то административные вопросы и подготавливаем служителей к той работе, к тому служению, которое им надо будет выполнять в первый вечер встречи Алиф-клуба и на дальнейшее. Я на следующих встречах буду освещать те темы, которые мы будем, которые мы освещаем на подготовке Алиф-служителей. Ну а сейчас, чтобы, может быть, больше было понятно дальше говорить нам о Алиф-команде, я хочу сейчас показать вам структуру Алиф-команды, Алиф-клуба. Я думаю, что я сейчас что-то буду писать. Вы можете схематически себя записывать. Вопросов пока нет никаких? Нет, да? Да, давайте. Я немножко пропустил. Я немножко пропустил, а вот эти полтора месяца на Алиф-клубе, это вы сами повторили? Или как вы... Нет, это есть определенное время. Да, да. А полтора месяца? А полтора это подготовка к команды? Почему полтора? Потому что обязательно должны быть затронуты определенные темы на подготовке. Ну приблизительно полтора месяца. Это все, мы гибко к этому относимся, но все равно лучше все темы осветить. Десять... Да. Я думаю, что я не могу отвечать, что все желающие могут участвовать в этом сфере. Я думаю, что есть какие-то определенные вопросы. Потому что когда была конференция в Семьи, мне не надо, если по-настоящему, я бы впечатление личного общего сферы, это не просто... Болит, чтобы Бог показывал тех людей, которые... Потому что все желающие, на самом деле, состояние... Ну вот бывает... Ну если человек не совсем подходит, ну тут два варианта может быть. Может быть, мы с ним очень мягко говорим, очень мягко говорим, и что... Объясняем, что в следующий раз, может, мы обязательно вас привлечем в это служение. Можно объяснить, действительно, достаточно большая команда уже людей набрано. Еще может быть такой вариант. Бывает, человек, ну не совсем подходит, но очень хочет. Ну просто так хочет. Ну вот очень хочет. Есть масса служений на Алиф-клубе, которые... Он может быть не задействован, ну, лично, вот как руководитель столика, как помощник, но есть такие служения, вспоможения, где человек может быть использован эффективно. Да. Пойти договориться, или убрать, или... Ну, один из критерий таких для подбора команды, это чтобы человек был под правильной духовной властью и послушал. Потому что, если мы столкнемся с тем, что человек будет входить в команду, и он будет не в неправильном положении перед Богом, перед наставником, то нам будет очень тяжело, чтобы он был в этой команде. То есть, тут, ну, уже другой вопрос. И когда мы даем объявление, мы говорим о том, что, ну, ваши наставники, они должны дать согласие, то есть, послушание наставника, вы идете, то есть, эти все вещи, они берутся во внимание, чтобы человек был в правильном положении перед Богом, перед служителями. Послушание, и подотчетность, и все вот эти факторы берут. Алиф-клуб, мы знаем, что, конечно, никакой Алиф-клуб не может состояться без людей, которые придут потом на Алиф-клуб. Но сейчас я буду говорить о другом человеке. Я сейчас скажу о руководителе. Руководитель Алиф-клуба. Пока мы сейчас остановимся, да? Немножко я расскажу о руководителе. Руководитель Алиф-клуба это должен быть человек, который находится, как Фейна только что сказала, в послушании, в подотчетности у пастырей. Он должен иметь чистое сердце перед Богом. Пастырское сердце. И наши пастыря, они встречаются с руководителем до подбора команды. Они говорят с ним, молятся. И вот таким образом Бог им показывает, вернее, сначала молятся, Бог показывает руководителя. Они встречаются с этим человеком, оговаривают с ним некоторые вопросы, и он назначается как руководитель Алиф-клуба. Руководитель Алиф-клуба вместе с духовной властью, вместе с пастырями, потом уже, когда после призыва подбирает команду после призыва, также на личном уровне. И вот подобрана команда. Руководитель должен знать лично каждого служителя, его семейное положение, время работы его. это все для того, чтобы служение этого человека было успешным. Руководитель также молится за каждого человека, за каждого члена команды и обеспечивает постоянную пастырьскую опеку этому человеку. также руководитель следит за организацией каждой встречи Алиф-клуба, за подготовкой всей команды, за подготовкой спикера, за подготовкой руководителя малых групп, за подготовкой творческой части. он держит руку на пульсе. И также руководитель клуба, он следит за тем, чтобы оказывалась в течение недели пастырьская опека людям, которые пришли уже на Алиф-клуб. также руководитель команды, он дает направление в молитве. Вы знаете, мы перед началом Алиф-клуба, когда у нас была подготовка, мы проводили, у нас были и посты, у нас очень эффективны были молитвенные цепочки. И руководитель, он следит именно за молитвенной цепочкой, за направлениями в посте. И потом оговаривает со служителями вот эти направления, что кто получил во время поста и молитвы. После встречи Алиф-клуба, уже самой самой встречи Алиф-клуба, руководитель, знаете, по горячим следам собирает команду и разбирает плюсы и минусы. Это очень эффективно, я вам хочу сказать, что мы тут же, когда заканчивается Алиф-клуб, мы никто не расходится, мы попрощались очень хорошо с людьми, провели их, увезли, там кто далеко живет, кто не может быстро передвигаться, собрались тут же на месте и обсудили все прохождение Алиф-встречи. На протяжении всей недели руководитель, он обязательно связывается со всеми служителями, обязательно. Он звонит им, встречается, обеспечивает единство в команде, вот то, что я говорила, уикенд, очень хорошее такое мероприятие для сплочения команды, хорошо совместное чайпитие, какие-то встречи вне служения, это очень здорово. И руководитель отвечает перед Богом, перед духовной властью за каждого человека Алиф-команды. Он также отвечает за отношения между людьми в Алиф-команде. за ответственный подход каждого служителя к своему служению. И вот такие вот еще есть служения. в Алиф-команде. Есть еще в Вале в команде такой человек, как помощник руководителя по административной части. Администратор, он ответственен за все хозяйственные вопросы Алиф-клуба уже непосредственно. Он отвечает за украшение зала, он отвечает за или за кубку продуктов, если это проходит в помещении, где нет своей кухни, или за подготовку и накрытие столов. Меню, да. Составляет меню с поварами, подходит. Покупает призы для конкурсов, ведет четкий учет потраченных денег, это, вы знаете, такое немаловажное служение. Обеспечивает, если нужно, видео, фотосъемку. Администратор очень важен на уикенде, очень важен. Вот это вот такое служение администратора. Отвечает за подготовку помещения, за снятие помещения, за аппаратуру он отвечает, за привоз аппаратуры. Он отвечает также за транспорт. Нужно аппаратуру на чем-то привезти. Потом нужно, у нас есть несколько бабушек, которые сейчас даже, если мы делаем встречу с 4 до 6, все равно в 6 часов вечера немножко уже темно. Вот, и вот у нас есть и транспортное служение, которое вот служит, ребята служат, чтобы отвезти наших бабушек. Ну, вот так вот можно транспорт написать, аренда, техническая. Так далее. Да. Вы знаете, что наши люди, мы еще сами служим финансами. Мы после команды. Мы после каждого служения, мы, когда у нас проходит, когда мы оговариваем встречу, плюсы и минусы, мы все служим финансами. Мы каждый вносим свою часть в Алиф-клуб. Вот. И на какой-то встрече, может быть, не сразу, не с первой встречи, мы ставим вздаку в самом Алиф-клубе. Я вам хочу сказать, что у нас такой пример был. У нас такая еврейская, ну, она еще не бабушка, но такая женщина. Она ходит, и вот у нас прошло несколько встреч, у нас еще вздака не стояла. И она подходит, и вот она хотела, она говорит, я хочу благословить. Она сказала, я хочу, она не сказала, благословить, дать денег за то, что вот я здесь. Я говорю, спасибо. Она говорит, нет, нет, я хочу дать, вот возьмите, пожалуйста. Вот. Потому что это здорово, когда вообще мы же там и питаемся, и кушаем, и чапим, люди это видят. Вы знаете, я помню Виталия, когда, вот опять же вернемся к нашему Виталику, он когда первый раз пришел, он же моментально все просчитал. Он же посмотрел на это все, посмотрел, сколько количества порций, он знал цены порциям, а он, да, имеет аналитический ум, математик сам, он все просчитал. И так сидит, говорит, а кто за это платит? Я говорю, ну, знаете, как первый участок, не скажешь, а? Да. Я говорю, Виталик, нет, я есть не буду. Я же знаю, сколько это стоит. Вот. И он только тогда стал кушать, когда он стал делить свои порции с кем-то, там, с людьми, вот он сразу поделил, вот тогда он только стал кушать. И потом он все ходил, несколько встреч он ходил, он не возмущался, но он говорил, ну, сколько много денег, сколько же, это же аренда, это же покушать, это же столько много денег. И когда закончился Али в клуб, и когда Бог по-настоящему коснулся его сердца, когда он увидел изменения в своей жизни, изменения в своей работе, и то, что мы уже говорили, что очень сильные пришли изменения в его семью, в отношении между ним и женой, в отношении между ним и детьми. И когда он увидел изменения среди людей, которые приходили на Али в клуб, он тогда сказал, вы знаете, что то, что произошло здесь с нами, оно не стоит никаких денег. Ну, в смысле, это действительно не зря вложенные деньги. Этот человек сейчас тоже сильно благословляет нашу общину, так что слава Богу. Молитвенники. У каждого молитвенника есть своя команда. Молитвенник. Этот человек, он может и входить в Али в команду, но, конечно, не во время прохождения самого Али в клубе. И он молится со своей командой, там могут быть 2-3 человека, ну, достаточно, на протяжении всей Али в подготовке. Он помогает следить за молитвенной цепочкой, помогает руководителю в направлениях молитвы. И очень важны молитвенники, когда проходит сам Али в клуб. Это люди, которые находятся в зале, но которых не видно. Они находятся где-то за какой-то или шторкой, или рядышком в помещении, или вот у нас есть такая сейчас столовая, и рядышком комната, которая называется как умывальная. Ну, вот они там молятся. И я помню, когда вот Фаина рассказывала за брата, который пришел вот в таком состоянии на Али в клуб, там была такая подсобочка, и вот в этой подсобочке молился тоже брат, который потом стал его наставником. Он был тогда бывший тоже зависимый, и вот он стал его наставником. И говорит, я так за тебя молился. Вот. И всегда, вообще всегда нужна молитвенная поддержка на самом, на самой прохождении Али встречи, уже Али в клубе. Бывают всякие ситуации на Али в клубе. И очень хорошо, когда мы можем подойти и дать направление нашим дорогим служителям молитвы, которые могут просто промолить вот эту ситуацию в это же время, сразу же. Детская. Там тоже может быть команда. Это может быть один человек, может быть два человека, может быть три человека. Вы знаете, очень хорошо, когда идет в детском служении служитель детский, плюс берет с собой двоих молодых ребят, которые подтягиваются в детском служении, которых нужно подтянуть, научить. И что же делает детский служитель на Али в клубе? Он служит детям. Потому что если это клуб, мы всегда приглашаем на клуб родителей и детей. То, что мы говорили, у нас служение, как приходят и пожилые люди, и люди среднего возраста, и молодые мамы с детьми, и дети тоже разного возраста. У нас сейчас и ребенок в колясочке есть, и ребенок, который только начал ходить, и уже более старшие дети. И вот детский служитель, он служит детям во время темы. Когда мы кушаем, дети с нами. Когда мы играем в игры, дети с нами. Мы поем песни, дети с нами находятся. Но когда уже идет сама тема на Али в клубе, когда идет обсуждение, конечно, желательно, чтобы дети в этот момент не мешали родителям. Когда дети нам никогда не мешают, правда? Но все-таки. И я хочу сказать, это тоже замечательное время для самих детей. Потому что детский служитель, уведя детей, если лето тепло, он выводит их на улицу, у нас рядышком там спортплощадка есть хорошая. Если же вот сейчас в такое холодное время, у нас вот кафе очень, ну просто, это Бог благословил нас таким помещением, оно разделено вот такой ширмой из штор на две части. Детский служитель уводит детей за шторочку, и там с ними проводит время. Но не просто время. Он там с ними занимается, такие небольшие как бы библейские уроки тоже проводит с ними. Он разучивает песни с ними, они рисуют, они играют тоже в игры. Ну, всевозможно. Что делает детский служитель? Он то же самое проводит с нашими детками. И дети очень ждут этого. Знаете, даже они потом начинают так любить этого человека, что они хотят уже приходить во время служения уже и в общину. Потому что детям интересно. И очень важно, когда для родителей очень интересно, когда проходит несколько встреч, и за это время дети что-то уже, так говорила Фейна, начинают учить какие-то песенки, разыгрывать какие-то сценки, и потом наши детки выходят, даже они какой-то однажды плакат сделали, весь плакат разрисовали. И вот у них было представление. Он говорит, вот не то, что, не только каждый столик себе придумывает название, вот мы тоже, дети, придумали себе название. Вот мы теперь называемся клуб такой-то. Вот этот наш герб, это вот наш гимн, и вот эта наша песня. Они спели. Ну, и родители, конечно, рады, потому что... Да, да. Вот. Вот. Вот.